Думаю, давайте начнём, остальные уже к нам дальше присоединятся. Ещё раз добрый вечер, хорошего вам пятничного вечера. Меня зовут Екатерина Михайлова, я холлскоуч по питанию и функциональный нутрицолог. Сегодня я хотела бы с вами поговорить об интересной такой теме мочеводелительная система и профилактика заболеваний почек. И начать хотела с того, что выделение – это процесс удаления из организма тех соединений, которые образуются при обмене веществ. Это та система, которая контролирует чистоту нашего организма, освобождается от шлаков и токсинов другими органами. Если мы говорим про твёрдые отходы, это, допустим, кишечник. Если мы говорим про летучие газообразовательные вещества, то это бронхолёгочная система. Если это водонерастворимые вещества, то с этими токсинами справляется печень и челюсть желчный отток. Поэтому очень важно, чтобы желчное отделение хорошо выходило, и, соответственно, чтобы печень не перегружалась и достаточно хорошо функционировала. И мочеводелительная система, которая удаляет все водорастворимые токсины, яды, соли, то есть всё то, что происходит в результате метаболизма на клеточном уровне. Воделительная система. Поговорим о её строении. Воделительная система – это вообще представлено почками. Почки – это орган, в котором образуется моча. Только там образуется моча. А органы, которые… и органы, которые выводят эту мочу. Поэтому все вместе, это и говорит о мочеводелительной системе. В почках моча концентрируется, она образуется и секретируется. А всё, что вышло после почек, такими капельными дозами, это всё сочится по мочеточникам. Вот мы видим, да, такие трубчатые. И дальше это всё собирается в мочевой пузырь. И дальше уже выводится извне через мочеиспускательный канал. То есть на самом деле такая структура простая, но доставляет немало хлопот. При какой-то идёт дисбаланс в этой системе. Почки – это такой по форме, как фасолевидный орган в виде формы боба. Считается парным органом. Они расположены в поясничном отделе по отношению к позвоночному столбу и с обеих сторон в районе поясницы. Правая почка в норме расположена несколько ниже, чем левая, поскольку сверху она ограничится с печенью. А левая, соответственно, немножко выше правой. И, к сожалению, правая почка при таком расположении она более уязвима. Особенно, если мы говорим о камнеобразовании. И камни поформируются в первую очередь в правой почке. Размер почек составляет от 10 до 12 сантиметров. Масса их где-то 120-130 грамм. Размер почки и количество нифонов мы на самом деле получаем по наследству. Такой интересный факт. И мы можем, знаете как, понять по ушной раковине, по размеру уха, какая форма наших почек. То есть, если у кого-то уши большие, а у кого-то маленькие, это говорит о том, что вот именно такой размер у нас в почке. И если почка такая достаточно большая, то в ней у нас много нефронов. То есть, количество нефронов, которые нам передали мамы с папой генетически по наследству. Такая почка здоровая. И нас будет долго приносить здоровье своему хозяину. Поговорим о функции почек. Первое, самое важное, это мочеобразовательное. Это выведение водорастворимых токсинов, конечных продуктов, обмена веществ из организма. Почки выделяют около 1,5 литра мочи в сутки. И поддерживается нормальное содержание мочи воды в организме. То есть, на самом деле, для хорошей работы почки нужно нам достаточно пить воду. Потому что за день происходит вот эта вот фильтрация. И мы просыпаемся с первым позывом к мочеиспусканию. Вся вода, концентрированная моча, она выходит. То есть, мы утром при мочеиспускании теряем очень много воды. И что восполнится это количество, нам необходимо выпивать достаточное количество воды в дне. Если мы этого делать не будем, то почка будет страдать. Будет недополучать тот нужный объем для своего функционера, для функции мочеобразования. Следующая функция регулирующая артериальное давление. Она заключается в синтезе аренина. Аренин это такой гормон, который помогает организму сохранить воду и регулирует объем циркулирующей крови. Дальше мы с вами поговорим. Это достаточно важная функция. Объясню почему. Дальше по слайдам. Регуляция кислотно-щелочного баланса функции. Участие в кровотворении. Почка относится к тем органам, которые принимают активное участие в кровотворении. И для этого используется такой гормон эритропоэтин. Он этот гормон специфический, стимулирующий образование эритроцитов в костном мозге. И для обновления этих эритроцитов тоже участвует и регулирует артериальное давление. Это гормон эритропоэтин. И регуляция биохимического состава плазмокрови. Так называемого онкотического давления крови. Так, ну теперь давайте разберемся по строению почки. Почка имеет капсулу почки. Вот здесь, если видно, она проходит по всей почке. Такой внешний-внешний слой. Вообще, внутри самой почки нет нервных окончаний. И получается, что почка нам никак не может циркулизировать через боль, что что-то с ней не так. То есть, мы не можем понять, что у нас болят почки. То есть, только когда совсем уже какие-то процессы идут активные, тогда да, происходит как это. Может только растянуться капсула. Вот эта капсула, она растягивается. Если будут формироваться камни, которые препятствуют стеканию мочи. И она, эта моча, она будет накапливаться в почке. И вторичная моча будет растягиваться под эту капсулу. И только тогда появится симптоматика о том, что почка перегружена. То есть, она страдает. Она не фильтрует кровь и не выполняет свою функцию. И, соответственно, если нет фильтрации, то она начинает отравлять весь организм. Почки, вот запомните, это молчаливый орган. Он никогда не скажет вам, что что-то не так. Только если когда совсем уже дела не очень. Почка имеет также внешнюю капсулу. И она соединяется в такой соединительной тканью. Затем идет вот такое корковое вещество. Корковый слой ему еще называют. В нем вырабатывается как раз-таки гормон ренин. Чтобы поддерживать для работы почек вот это вот давление в артериях. И также синтезируется вот в этом корковом веществе эритропоэтин. Гормон, которым я рассказывала, он именно регулирует обновление клеток крови, эритроцитов. А вот под корковым слоем, вот здесь, чуть ниже, как раз-таки мы можем видеть мозговое вещество. Это мозговой слой, это такой рабочий орган самой почки. И этот мозговой слой, он содержит такие пирамидки. Их где-то насчитываются, вот такие пирамидные образования. Где-то 15-20 штук. И мозговое вещество почки именно относится к нефронам. То есть в них, в этом веществе находятся эти нефроны. Там сосредоточены. Также у нас есть нижняя половина, почечная артерия, аорта, почечная лоханка. Вот она отходит. Почечная лоханка и мочеточник. Давайте расскажу про нефроны. Нефроны – это структурно-функциональная единица почки. Это, можно так сказать, мозг самой почки. Он состоит из почечного тельца. Вот она. Почечная тельца. И где происходит фильтрация в системе канальцев. Вот капсула нефрона. Вот мы как видим. И вот это капиллярный клубочек. Вот еще называется клубочковая фильтрация. Вот здесь происходит фильтрация плазмы крови. Здесь дальше в этих клубочках происходит у нас фильтрация. А дальше видим еще сеть капилляров и извитой канальц. Вот как раз таки в канальцах происходит уже реабсорбция. И уже дальше выведение, то есть секреция отработанных веществ. И в собирательную трубочку уже отходит. От работы нефрона, конечно, зависит качество функции почек. То есть если нефроны будут плохо фильтровать, то и качество мочи будет плохое, и могут возникать всякие воспалительные процессы. И если же, как мы видим, очень сеть капилляров обвивает канальц. И если в этих капиллярах плохо функционирует кровь, то есть какой-то недополучает, то тоже страдает нефрон из-за этого и страдает почка. Поэтому очень важно поддерживать именно это состояние капилляров и давление в них. Так, мочеобразование. Количество нефронов зависит от генетической предисположенности, я уже сказала. И в одной почке насчитывается до 1 миллиона нефронов. То есть в одной почке миллион нефронов. То есть в другой тоже миллион. То есть мы по итогу имеем 2 миллиона нефронов. Но это, как я сказала, генетически заложено. Передается от мамы с папой. Вот механизм мочеиспускания хотел бы вам рассказать. Моча образуется у нас из плазмы крови и протекает через почку с помощью нефрона. И мочеобразование осуществляется за счет трех процессов. Первое – это клубочковая фильтрация. Фильтруется вода и низкомулекулярные компоненты из плазмы крови. В капсулу попадают. С образованием первичная моча образуется у нас именно в клубочках. Затем происходит реабсорбция, то есть фильтрация этой крови. Вот в этой первичной моче на самом деле содержится много полезных веществ. Там витамины, аминокислоты, минеральные вещества. И чтобы вернуть в организм, вот эта первичная моча проходит повторную фильтрацию для абсорбции. И уже, соответственно, уже конечный продукт этой переработки – это уже сама моча светло-желтого цвета. И, соответственно, выводится из организма. Там уже содержится в этой окончательной моче концентрированный раствор вот этих уже ненужных веществ и токсинов. Соответственно, значит, реабсорбция у нас проходит именно вот здесь, под этим вот канальцем. И уже секреция выходит через трубочку. Вот процесс переноса из крови в просвет канальца. Моча капельно выделяется в почечные чашечки, которые собирают мочу в лоханку. И от лоханки отходит мочеточник через собирательную трубочку. Вот здесь через собирательную трубочку уходит. Происходит секреция. Вода, мочевая кислота, мочевина, минеральные вещества. И, соответственно, уже все токсины, которые в процессе были отфильтрованы, реабсорбированы и уже секретируются через мочеводелительные каналы. Вообще, почки на самом деле очень такие трудяшки. Они работают постоянно, без выходных. И такую интересную информацию нашла, что они прокачивают за день 2 тонны крови. То есть 35 раз прокачиваются в организме человека. Из этих 2 тонн крови образуется 150-200 литров первичной мочи. А выводится только 1,5-2 литра мочи. То есть это колоссальная, это огромная нагрузка на этот орган. Значит, на фильтрацию идет не вся артериальная кровь, а только 20% от кровотока, который именно формируется в аорте. Литр крови идет на фильтрацию в почечной артерии, а в этом литре крови где-то 55% плазмы, которые фильтруются в почечную мочи. И в почечной артерии за сутки образуется 200 литров первичной мочи. Поэтому человек чисто физически не может 200 литров воды за сутки восполнить и компенсировать эту потребность, которая, конечно, нужна для правильной работы почек. Поэтому и существует вот эта реабсорбция, которая на итогу мы получаем, выводится только 1,5-2 литра. И для качественной работы почек, конкретно для нефрона, для качественной работы нефрона требуется не менее 2 литров воды. Поэтому я и говорю, что старайтесь пить, распаивать свой организм. Это не только полезно для пищеварения, но, как выясняется, и для почек. Для их, а точнее для работы нефронов, не менее 2 литров воды в день. Функция регуляции артериального давления. Тоже очень важный момент. Хотела бы вам рассказать, что в почках фильтруется всегда артериальная кровь. Венозная она получается на выходе. И на фильтрацию поступает артериальная кровь, как я уже говорила. Во-первых, она течет под давлением. И когда мы смотрим на артериальное давление, когда мы измеряем, как показано на слайде, измеряем свое артериальное давление, то мы смотрим на верхнее, оно называется систолическое, и смотрим на нижнее, диастолическое. И тут важно понимать, что именно нижняя цифра артериального давления, именно диастолическое, она поддерживается почками через гормон ренин. И если почки, они зашлакованы, они плохо работают и не справляются со своей фильтрационной способностью, то они выделяют вот этот гормон, гормон ренин на поддержание диастолического давления. И соответственно, если у вас нижнее, нижнее диастолическое давление высокое, это говорит о том, что вам нужно задуматься, как у вас работают почки, что с ними, в каком они состоянии, значит, что-то не так там, значит, какая-то есть проблема. Если повышается это давление, значит, этот гормон вырабатывается, его много вырабатывается, и он для того, чтобы поддержать вот это давление для работы почек. И очень часто за рубежом вот оценку сосудистого заболевания, как гипертония, именно оценивается не по верхнему, как мы привыкли считать, а именно по нижнему, по диастолическому давлению. Так что можете все проверить и такую некую диагностику сделать по артериальному давлению, как работают у вас почки, справляются ли они со своей функцией. Дальше пойдем по мочеточник и мочевозырь. Рассмотрим мочеточники. Это такие тонкие длинные трубочки, две, которые отходят от лоханки почки. Вот здесь вот от лоханка, они входят, и впадают в мочевой пузырь. И соединяются, создают такие условия для оттока мочи, то есть сверху вниз, там у нас идет. Находятся они в заброшенном пространстве. Длина варьируется от 28 до 34 сантиметров, диаметр 6-8 миллиметров. Стеньки мочеточника имеют слизистую мышечную соединительную ткань, которая именно оплетена нервными окончаниями. Вот здесь как раз есть нервные окончания. И если, допустим, какие-то камушки, какой-то песочек идет, раздражает слизистую, на это реагируют именно вот эти вот нервные окончания, и мы чувствуем какой-то боль, да, какой-то дискомфорт. Вот да, вот почему при формировании камней, когда начинает по мочеточнику проходить, это, соответственно, невыносимая боль. И в мочевом пузыре моча уже остается до того времени, пока вот мышечный мешочек, он уже покрыт мышцами у нас, не перерастянется, и при растяжении идет сигнал в вегетативно-нервную систему, и у человека возникает позыв к мочеиспусканию через мочеиспускательный канал. Вот так у нас происходит мочеиспускание. Также хотела обратить внимание на общий анализ мочи, как его правильно читать, потому что, когда вы сдаете анализ мочи, получаете бланк, не всегда врачи, ну, как-то, знаете, не серьезно относятся, ну, они-то знают это все, но пациента не доносят информацию. Вот хотелось бы, чтобы вы немножечко стали разбираться. Давайте посмотрим. Начнем с количества мочи в сутки. Здесь представлено от 800 до 1500 мл. На самом деле 800 – это просто минимум, это тот минимум, это мало. Нужно где-то 1500 мл, если у вас будет в этом пределе, это да, это будет хороший показатель. Если 800 и ниже, то нужно задуматься, как вы восполняете организм водой, наполняете. Относительно плотность в утренней порции мочи тоже нужно посмотреть, но от 1015 до 1025 грамм на литр. Цвет обязательно надо посмотреть, чтобы не было никакой мути, и чтобы она была светлая, соломенно-желтого цвета. Прозрачность должна быть прозрачная. Реакция ПАЖ нейтральная или слабокислая. Вообще, я вам так скажу, что с утра моча должна быть у нас такая слабокислая, поскольку за ночь она концентрированная, прошла все пути, отфильтрованная, и в течение дня уже, когда мы кушаем, когда мы пьем, то она должна быть у нас нейтральной, а к вечеру уже более-менее щелочной. Если у вас в конце дня кислая, то это говорит о том, что фильтрация плохо прошла, то есть почки где-то сборят. Белок. Конечно, в норме он должен отсутствовать, ну, если есть какие-либо следы, но в идеале, конечно, белка не должно быть. Это белок мочи должен отсутствовать. Если показатель превышен, значит, можно сказать о нефротическом синдроме, то есть наличие воспаления. Дальше. Сахар. Сахар тоже должен отсутствовать. Если он присутствует в моче, значит, есть заболевания с сахарным диабетом. Кетоновые тела в норме должны отсутствовать, или же не менее 500 микрограмм на сутки. Это вообще кетоновая тела, это результат утилизации жиров. Если они присутствуют, значит, жиры плохо усвоили, значит, здесь еще и замешан желудочно-кишечный тракт, то есть что-то там, видимо, может быть ферментативная недостаточность. Здесь нужно вот так. Моча, вот видите, как моча, она такой диагностический тоже орган, он показывает, так как это конечный продукт, мы в итоге имеем, мы можем понять, помимо мочеводелительной системы, где у нас еще пробоины в организме. Пигментные пятна тоже должны отсутствовать. Если же, допустим, вы съели какие-то красящие овощи, ну, например, это свекла, то должна она именно сработать вся желудочно-кишечная цепочка. То есть когда вы съели какое-то красящее вещество, овощ, то вот эта цепочка желудочно-кишечная должна как бы сработать от желудка до ферментации печени. То есть если моча, она окрашивается, значит на каком-то этапе не хватило ферментов и для утилизации вот этих пигментных пятен. И, соответственно, это все оказалось в моче. Мочевина. Мочевина у нас где-то 20-25 грамм у нас в сутки. Мочевые кислоты до 800 миллиграмм в суточной моче должно присутствовать. Если больше, то, значит, какие-то есть неполадки. Креатинин должен полностью вывозиться у нас из организма, так как этот результат, это результат утилизации мышечной ткани. И если креатинин в анализе крови повышен, значит, почки плохо выводят. Это указывает на плохую фильтрацию, опять-таки. И это еще и говорит нам о разрушении скелетной мускулатуры. Вот так вот, в общем, сдать анализ мочи. И уже можно понять, что и как у нас работает. Тоже достаточно показательный анализ. Кислотно-щелочный показатель. Здесь, значит, также в анализе мы можем посмотреть. Моча должна быть утром слабокислая или нейтральная. Проверить это, знаете, вот не всегда есть возможность мочу сдать, ну, по каким-то причинам. Очень хороший способ – это через лакмусовую бумагу, бумажку. Продается в НСП лакмусовой бумажке в таком тубусе. Можете посмотреть, кто не знает, и заказать себе очень информативные показатели. Можно также помимо мочи и слюну проверить, на закисленный ваш организм. И также мочу. То есть вы можете мониторить в течение дня, посмотреть, не сдавая в лабораторию анализ мочи. И тем самым вы можете контролировать кислоты с мочи регулярно, утром и вечером. В ночное время, когда мы спим, организм с помощью антидиуретического гормона, это гормон гипофиза, он препятствует выделению мочи. То есть в хорошем случае мы ночью должны спать, мы не должны бегать в туалет. И за это время, когда мы спим, мы в туалет не ходим, и концентрируется вот эта сильная концентрация мочи происходит. И так как почки, они отфильтровали, вот эти вот кислые соли, то по утрам имеет такую слабую кислую реакцию мочи. То есть по аж от 6-6,5, не ниже и не выше. То есть вы берете эту лакмусовую бумажку и проверяете, какая у вас моча. В течение дня и вечера моча должна быть нейтральная, в районе 7, или слабощелочная, до 7,5. Вот, также пришли, проверили, посмотрели. То есть моча не должна быть кислой, если, потому что в течение дня мы не накапливаем соли. Мы, как я объясняла уже, мы кушаем, принимаем пищу, пьем, ходим в туалет, поэтому как бы соли мы не накапливаем. Это все происходит в ночное время. И вот видно на слайде по прозрачной мочи, что о чем он говорит. Мы слишком много пьем воду. То есть нужно сделать паузу на некоторое время. То есть если мы перебарщиваем по воде, да, такое может быть на самом деле, или пьем неправильно, залпом. Вот, хотя воду нужно пить как смакуя, небольшими глоточками, так, чтобы она у нас поступала во все клетки. Если мы быстрыми глотками пьем воду, она у нас быстро про транзитом проходит по желудочно-кишечному тракту и дальше. И просто она работает на выделение. То есть мы попили быстро, и пошли в туалет, в туалет сходили. Поэтому у нас и прозрачная моча. Если цвет лимонада, значит оптимальное количество воды. Значит, все хорошо. Продолжаем в том же духе. Цвет светлого пива. Тоже достаточное количество воды. Продолжаем. А вот уже если янтарный цвет, такой вот, да, более концентрированный, уже не стоит волноваться, но немножечко воду, да, надо выпить больше воды. Это уже показывает на небольшое такое, то, что вы обезвожены. И уже совсем уже такое, знаете, желтый апельсинового цвета. Это говорит о том, что воды не хватает, и очень большая обезвоженность. И надо пить больше воды, и даже уже подключать электролиты. Да. Так, дальше поговорим с вами немножко про заболевание, про гламиролонефрит. Это такое заболевание хроническое, воспалительный процесс в клубочках-почках. Он приводит к постоянному такому отмиранию воспаленных клубочков с замещением их соединительной тканью. Где-то 10-20% больных, больных этой причиной являются острые гламиролонефрит. И где-то 90-80% наблюдается замедленное, то есть постепенное. По случайным каким-то выявлениям. Ну, пошли сдали мочу, увидите, что есть изменения в анализе мочи. И тогда уже это заболевание врач и определяет. Приводит к хронической почечной недостаточности. Затем уже если не лечить, если этот процесс запустить, знаете, как-то само пройдет, да, или же лечить, но неэффективно, то, конечно же, не очень хорошие будут даже плачевные результаты, поскольку почечная недостаточность и уже затем будет как искусственную почку, уже будете на гемодиализе и продолжительность жизни уже будет не более трех лет. Но я, конечно, думаю, что запускать это не надо и до этого уже точно доводить не стоит. Как мы можем определить, что что-то не так, да, что именно вот это вот хроническое заболевание воспалительное. Сухая кожа может нам сигнализировать об этом. Белок. Белок в моче где-то до 10-20 грамм в сутки. Это значит, что есть проблемы в клубочках. Вот когда белок, да, проблема в клубочках, клубочки, вот именно клубочковая фильтрация, она снижена. То есть фильтруется плохо, то есть есть какие-то проблемы. Высокое диастолическое давление, вот то диастолическое нижнее, о котором я вам говорила, свыше 95 миллиметров ртутного столба. То есть вы должны вот это смотреть и диагностировать. Если у вас повышенное давление, да, нижнее вот это вот, больше 95 или там 90-95, то нужно уже задуматься в эту сторону и создать, во-первых, сначала сдать анализ мочи, посмотреть, если вы видите там какие-то, да, появляются нехорошести, то уже дальше нужно будет сделать УЗИ, посмотреть, что же там. значит, на клубочке идет вот большая нагрузка и корковое вещество не будет выделять гормон ренин. Вот помните, я вам говорю, корковое вещество не будет выделять этот ренин, который именно нужен нам для повышения давления специального и будет увеличивать диастолическое давление. То есть это уже сигнал о том, что есть воспаление в клубочках. Озноб, общая слабость, тошнота, снижение аппетита, головные боли, боль, конечно же, в поясничной области, поскольку такое растяжение происходит и отдающиеся поясничные боли. Также является одним из наиболее специфических симптомов является отек лица. Тоже нужно будет обращать внимание. утром встали, посмотрели на себя и увидели. Если отеки, если есть, то нужно хотя бы сдать анализ мочи и посмотреть, все ли там нормально. Причины, почему же признаки мы разобрали, причины, почему это может появиться. Кроется именно в крови. Причина именно в крови, так как есть какие-то инфекционные факторы. инфекция пришла скорее всего со стороны кровеносного русла и она приводит к воспалению мочи. То есть даже наверное как сначала кровь вы сдаете, видите, повышенные лейкоциты, соя повышена, целективный белок повышен. Это все говорит нам о воспалительном процессе. То есть организм проходит воспалительный процесс. потом этим отчетом наблюдаете белок, у вас повышенное давление. То есть это все должно вас натолкнуть на то, что с почками какая-то проблема, что есть какая-то инфекция, которая именно провоцирует вот это воспаление, воспаление в клубочках. Является острой и переходит конечно в хроническую фазу. Какими могут быть инфекции вызывать? Это стептококковая инфекция, стафилококк, уриоплазма, хламидия. То есть соответственно нужно посмотреть, можно даже сдать и посмотреть если эти инфекции присутствуют ли они в организме. Вот да, диагностика анализ мочи, УЗИ почек и посмотреть сосуды, поскольку также это показывается, если есть какое-то воспаление, то это воспаление отражается и на сосудах, поскольку как мы видели оплетено сосудистыми такими сетью и может быть также влиять на давление, повышается именно из-за того, что там и кровеносные вот эти сосуды, сосудистые сеточки. пилонефрит следующее заболевание почек это воспалительное заболевание почек бактериальной причиной, если предыдущая гламирула нефрит это больше инфекционный фактор и кроется именно в крови, то пилонефрит это именно бактериальная причина, преимущественно поражается лоханка, чашечно-лоханочный аппарат и межуточные ткани пархиальных почек. Пилонефрит следует конечно отличать от гламолонефрита, они обе формы характеризуют воспалением но при пилонефрите поражается межуточная ткань а при гламолонефрите именно клубочек почек женщины пилонефритом страдают больше чаще болеют потому что из-за строения мочи спускательного кола он короткий вот из-за этого конечно же бактериям проще добраться до до почек чем допустим если сравнивать с строением у мужчин признаки это лихорадка высокая температура боль в спине повышенная утомляемость моча мутная в моче появляются лейкоциты вот здесь лейкоциты мы можем увидеть эпителий слушанный такой эпителий которые именно слушаются в мочеточниках то есть все если мы увидели петели значит слизистая страдает слушается в мочеточниках значит есть какая-то проблема есть именно воспалительная реакция в почках и увеличение пьема мочи в ночное время то есть хочется по маленькому причина пионефрита бактериальная инфекция которая пришла из кишечника вот среди возбудителей заболевания конечно же это кишечная палочка шериха коля реже встречаются другие микробы такие как протеи энтерококи синегной палочка золотистый стафилококк клепсиела инфекция попадает восходя восходящими путями из мочевого пузыря по мочеточникам то есть из кишечника там очень все рядышком и восходящим путем через мочевой пузырь и по мочеточникам производится анализ мочи на бактериальный пассив вы можете если вы все диагностируете пионеврит вы можете сдать пассив бактериальный и посмотреть какие именно бактерии он населяет и в каком количестве какая именно может быть это клепсиела может быть это золотистый стафилококк и конечно же нужно принимать меры потому что чем больше тем более быстрее будет воспалительный процесс протекать цистит ну скорее всего что все наверное когда-либо к сожалению испытывали это очень неприятное заболевание как цистит это воспаление мочевого пузыря затрагивающие слизистую оболочку мочевого пузыря обычно заболевание вызывается микроорганизмами то есть диагностируется как бактериальный цистит но может кстати развиваться и без участия патогена микрофлоры да есть еще и аллергические и токсические цистит он возникает вследствие попадания в мочевую пузырь микроорганизмов в 8-95% случаев это кишечная палочка которая обитает обитающая расположена поблизости от органов мочеводелителя мочеводеления прямая кишка и оттуда может перекочевать именно в мочевую пузырь и там как я уже говорил по восходящей в мочеточниках и уже в почке значит воспаление вызывается и другими микробами эстафилококками интерококками возбудителями также половых инфекций хламидии трихомонады грибы кандида вирус герпеса тоже можете проверить если частые теститы ну вот прям замучили смотрите в эту сторону да значит где-то есть вот эти вот хорошие хламидии гандида нужно это все конечно лечить нельзя ни в коем случае потому что это приводит к очень хорошим последствиям и к осложнениям то что все начинается с систида потом пилонефрит а потом уже и совсем плохому симптомы признаки постоянный позыв к мочеиспусканию ощущение жжения кровь в моче неприятный запах мочи и в анализе мочи эритроциты и лейкоциты также присутствуют но это наверное уже такой запущенный случай когда думаю что пройдет само нет само не пройдет это нужно лечить а дальше переходим поговорим с вами про профилактику профилактика воспаление мочево-дивидительной системы вот очень в это нам помогут препараты NSP компания NSP они влияют очень хорошо на организм и не токсично не пагубно то есть вот если мы разберем колодное серебро отличное средство просто уникальное потому что ну я даже поставила бы равно антибиотикам потому что подавляет жизнедеятельность патогенных бактерий вирусов и грибов то о что мы с вами только что говорили то есть многие пьют антибиотики а я вот вам советую попробовать колодное серебро во первых это не так пагубно вообще не влияет на микрофлору кишечника но борис замечательный с вот этими вот патогенами антисептическое средство для наружного и внутреннего применения то есть его и не только можно внутренне но и наружно применять является прекрасной альтернативой антибиотикам о том что я сейчас вот сказала содержит серебро в виде микроскопических частиц коллоидного раствора это обеспечивает максимальную биодоступность активного вещества способствует введению из организма соли тяжелых металлов и токсинов не токсично то есть если у вас какие-то вот первые признаки да ощущения то смело вам рекомендую коллоидное серебро примем прям принимать внутрь следующий помощник это профилактики воспалительных воспалений мочеводительной системы подарком это антибактериальные и антигрибковые вещества находятся лопохол и ксилодин они активны в отношении грамма положительных и грамма отрицательных бактерий и многих видов грибов в том числе и вагинальных то есть пожалуйста дрожжи также справляется с дрожжами и некоторых внутриклеточных паразитов оказывает поддержку иммунной системы очень важно кстати в этот момент потому что когда воспаление иммунной системы она страдает она борется и ей нужно помочь ей нужно показать эту поддержку обладает антибактериальным антивирусным и антигрибковым действием выраженным противогрибковым эффектом получает получает кровообращение то есть как мы поняли что даже в почках это очень важно потому что почки они именно моча у нас образуется из плазмы крови с помощью вот этого фильтрации если у нас будет плохо кровоснабжение осуществляться то вот это вот фильтрация будет нарушена будет застой мочи застой будет плохо стекать вот образовываться камни или песок и воспаление будет конечно же из-за этого там где застойное явление там же воспаление для быстрого подавления воспаления желательно принимать коллоидное серебро и по ударку вместе вот очень важный момент как только вы почувствовали какое-то недомогание в этом области значит вы берете коллоидное серебро и по ударку вместе принимаете а это вот когда прям вот острое что-то да а когда наладилось у вас все в профилактических целях уже можно принимать последовательно какое-то время вы коллоидное принимаете серебро потом принимаете по ударку замечательный продукт и я вам советую приобрести потому что по ударкам вообще оно универсальное средство оно не только ацестит она как мы поняли если иммунную систему поддерживает она во всех направлениях действует у меня она как первая помощника моей аптечки и коллоидное серебро да дальше маринда маринда это просто уникальный препарат именно в капсулах лимонолистная сухая именно не сок но не а именно вот эта маринда лимонолистная сухая в капсулах он этот препарат он многоплановый если мы рассматриваем именно вот мочеводелительную систему то она действует как спазмолитик как болеутоляющий то есть мы можем спокойно его использовать то есть можно также поставить равно ножки регулирует гормональный фон регулирует тонус в почках также является иммуномодулирующим действием антибактериальным и противогрибковым противовоспалителем то что нам нужно то что нужно нашим почкам когда они страдают когда они воспалены но нужно применять именно в острый период вместе с хлорофиллом дальше скажу вам про хлорофилл но запомните что маринду нужно принимать в острый период когда вот тоже вот только только все начинается спокойно берете маринду и принимаете корень этого растения обладает противовоспалительным диуретическим и седативным действием усиливает перестатику кишечника улучшает репродуктивную функцию мужчин естественным образом регулирует эндокринный баланс в китайской медицине маринду лекарственную применяют при опухолях заболеваниях почек мочеводелительных путей вот о чем я и говорю что ее можно спокойно применим она как бы многоплановая но вот именно касательно вот по этой причине будет работать сто процентов так хотелось еще вам рассказать про мочекаменную болезнь многие могут встречаться с этой болезнью очень нехорошая поскольку это заболевание проявляется образованием камней в почках в мочеточниках даже и в мочевом пузыре вот такая гадость мочевокабельная болезнь не связана напрямую с воспалительной реакцией поэтому я выделила немножко отдельно это заболевание напрямую зависит от обмена веществ на самом деле от того как мы питаемся также вот это заболевание мочеводелительной системы которая может повреждать функцию фильтрации нарушать функцию фильтрации например это пилонефрит гломеролонефрит влияет эндогенные и экзогенные факторы эндогенные это что-то внутри какие-то на какое-то нарушение и экзогенные это пища которую мы съедаем воду которую мы пьем и какого качества это вода камни начинают формироваться там где снижено продвижение мочи там где не движется где концентрирована моча начинает сочиться она сначала в чашечке потом в лоханке ну и вот там как раз такие могут быть проблемы в чашечной лоханочной области вот там если плохо стекает моча есть концентрированная моча плохо стекает в этом месте значит там будет воспаление значит там будут вот эти вот камушки или даже знаете не только камушки а вот начальной стадии формирования как кристаллики такой песочек может еще сначала образовываться они могут быть небольшими там вот двух миллиметров то есть только только вот начинается вот из-за недостаточного количества выпитой воды да потому что на самом деле вот поток должен быть хорошо то есть вот никаких застойных явлений не должно быть должно все проходить так как там существует давление как мы с вами да разобрались то есть должно все хорошо проходить без всяких задержек как только где мы не допиваем воду там что-то скапливается начинается вот это воспаление камни могут быть как в почках так в мочеточнике и в мочевом пузыре бывает у нас уратные камни они могут говорить о том что человек употребляет в пищу много там сыров мяса вином злоупотребляет есть аксалатные да камушки чаще всего возникают у тех кто любит цитрусовый шоколад кофе чай и свеклу сейчас мы поговорим поподробнее об этом вот симптомы мочекаменной болезни это боли в пояснице проявление крови в моче возможно самостоятельное отхождение камней даже боли носят такой тупой ноющий характер в основном когда физически какая-то нагрузка происходит и они начинают двигаться значит также положение лежа может быть боль кровь в моче появляется обычно после сильной боли или после физической нагрузки ходьбы то есть после таких физических упражнений каких-либо вот можно допустим у себя наблюдать в моче кровь и после сильного приступа боли также могут отходить камни да это очень когда почечная колика это конечно да малоприятное зрелище так вот хотела бы поговорить про про камни какие они бывают и на самом деле очень важно даже если у вас диагностировали камни то нужно понять природу какие именно вот есть ураты 5-10% это такие натриевой соли мочевой кислоты часть они вот причина это подагра плашмот мочи меньше 5,5 то есть моча должна быть кислая если кислая то значит образование уратов избыточное поступление белков недостаток ферментов распад собственных белков очень хорошо они растворяются в щелочной среде да это не приговор на самом деле вот именно камни ураты их можно спокойно растворить но для этого нужна у нас щелочная среда они потихонечку можно это все они будут потихоньку растворяться и выходить фосфаты 10-15% это соли фосфорной кислоты появляются в моче белыми хлопьями вот кстати вы можете например набрать банку мочи и посмотреть какая у вас моча если там присутствуют белые хлопья то есть вы уже можете диагностировать что возможно есть превышение фосфата вот моча если вы будете мерить по PH балансу то есть она должна быть она будет у вас все время щелочной то есть все время то есть PH больше 7 а мы знаем что с утра она должна быть кислой в течение дня допустим нейтральной а вечером у вас уже должна быть она щелочная если она у вас всегда и днем и утром щелочная значит фосфаты присутствуют мочефосфаты избыточное употребление консервов да вот в основном в основном рыбные овощи те кто вегетарианцы тоже должны об этом понимать и знать что если на растительном питании то могут быть образования фосфаты и недостаток цитрусовых очень хорошо также они растворяются в щелочной среде также могут если они диагностируются то можно спокойно их растворить вот оксалаты 80% составляет это именно скопление солей кальция и щавелевой кислоты PH всегда нейтрально кислая то есть если вы проверяете в течение дня и постоянно у вас нейтрально кислая значит это оксалаты причины это избыточное потребление кальция кальциевых препаратов особенно если это ночные часы перед сном разрушается костная ткань если у человека остеопороз то есть из костей вымывается кальций или этот кальций он может также откладываться в почках в виде оксалатов в виде вот этих камушков поэтому вас очень прошу с кальциевыми препаратами и вообще с применением кальция особенно пожилые люди не стоит этим злоупотреблять потому что это еще риск тромбозов но не стоит оно того не стоит потому что посмотрите знаете как не в сторону кальция а в сторону магния потому что магний магний и вот витамин В6 они могут эти оксалаты растворить это конечно процесс не быстрый это такой длительный процесс но магний может спокойно это сделать потому что магний является антагонистом кальция то есть он вытесняет этот кальций поэтому посмотрите в другую сторону вот на слайде можем видеть как выглядят фосфатные да вот такие вот они черненькие некрасивые уратные уратные такие миленькие миленькие камушки и оксалатные в виде такой звездочки следующий значит препарат это уралакс еще его называют почечный чай на каждый день очень хороший препарат просто замечательный давайте посмотрим что он делает он оказывает противовоспалительное противоотечное действие восстанавливает филитрационную способность почек что нам и нужно обладает мягким мочегонным эффектом препятствует образованию и способствует растворению песка в камнях и органах мочеводелительной системы о чем мы с вами говорили сейчас поддерживает водно-электролитный баланс в организме то есть это вот замечательный препарат который помогает наладить мочеводелительную систему даже если присутствуют камни содержит посмотрите здесь и витамины то есть витамины минеральный комплекс и витамин С витамин В1 В2 фолиевая кислота магний причем в хилатной форме хилатная форма это хорошая форма она очень хорошо усваивается в организме также представлены здесь листья петрушки ягоды клюквы корень гортензии кукурузная рыльца лимон китайский корень алтея хмель обыкновенный соцвет хвощ полевой замечает флавоноиды то есть очень богатый состав и направлен именно на поддержание и на поддержание и профилактику мочеводелительной системы принимать конечно лучше в первой половине дня поскольку имеет мочегонный эффект но смотрите мы принимаем только когда в профилактической поддерживающей ситуации когда у нас вострый мы должны исключить то есть исключаем вострый период и назначается в стадии ремиссии так как выводит песок и может быть почечная колика вот здесь нужно будет смотреть здесь нужно понять в какой стадии вострый или же у вас ремиссия то пожалуйста можете принимать каждый день и можете даже длительно принимать в плане профилактики а вот в острый период я бы не советовала поскольку если есть камушки песочек то это может привести к почечной колике хлорофилл жидкий очень хороший помощник в этом в этом в этой проблеме способствует обновлению ткани быстрому заживлению ран стимулирует иммунную систему да то есть также поддерживает иммунную систему ускоряет процессы регенерации также он является обладает антибактериальным действием поддерживает и стимулирует кровеносную систему как мы поняли что в почке это очень важно выводит токсины то есть собирает в себя все эти токсины если допустим почка не справилась эти токсины у нас находятся в организме он помогает хлорофилл эти токсины выводить хлорофилл восстанавливает функцию нефрона за счет расслабления стенки капилляров почему это происходит потому что у хлорофила центральный атом у него магний вот посмотрите пожалуйста если мы сравним гемоглобин то у него центральный это железо а вот у хлорофила центральный это магний и вот магний как раз таки способствует расслаблению стенки капилляров и за счет этого функция расслабляет и нефрон непагубно влияет на нефрон то есть нефрон остается целым а нефроны они очень такие они же из-за вот этих воспалений да они погибают количество нефронов оно погибает умирает и если мы плохо кстати пьем он потихоньку этот нефрон усыхает то есть нет нет вот это вот подпитки да воду нету и он усыхает к сожалению а количество нефронов у нас ограничено они не самые новые не появляются генетически сколько нам папа с мамой дали столько и есть и если постоянно у нас мы болеем да циститом пилонефритом а если какие-то хронические заболевания почек то нефроны погибают и количество их не погибает к сожалению поэтому нефроны нужно беречь почки нужно беречь так хлорофил еще работает как диагност сейчас вам расскажу почему вот например можно посмотреть как работают почки вы замерили давление свое записали на бумаге взяли хлорофилл растворили одну чайную ложку в 200 мл теплой воды теплой и выпили через 10 через 20-30 минут вы вторично замеряете артериальное давление и ориентируйтесь на нижнее вот это диастолическое давление если оно снизилось если снизилось значит вам хлорофилл помог значит проблема в почках если давление снизилось значит есть повышенное хлорофилл выпили оно снизилось значит проблема в почках или вы выпили хлорофилл допустим и через 15-20 минут вы захотели пойти в туалет значит причина кроется именно в почечной системе значит почки плохо работают то есть пожалуйста можете попробовать вот эти два метода до с давлением выпили хлорофилл посмотрели как ваше давление отреагировал и также если часто бегаете в туалет после хлорофилла то есть шанс есть вероятность того что нужно проверить почки сдать мочу ну и знаете вот в конце уже хотела вам рассказать чтобы вы посмотрели в сторону таких продуктов это год укола и про таза плюс почему я вам их советую потому что вот если мы говорим про гатакола nsp то этот препарат он был на благотворно воздействие на кровеносную систему улучшает капиллярное кровообращение помним клубочки да помним клубочки вот это вот сеть капилляров которые окутывают ее поэтому нужно чтобы сосуды были прочные чтобы было хорошее давление в сосудах поэтому гатакола как раз таки в этом направлении хорошо работает и также на способствует снижению отеков вот если по утрам у вас отеки значит вот год укола может помочь в этом с этим с этим недугом и при пилонефрите можно с по год уколу принимать а про таза плюс также принимается как системная энзимотерапия что это значит а про таза плюс можно принимать как фермент на как ферменты это во время во время приема пищи вы принимаете ее она просто будет вам расщеплять белки жара углеводы да то есть именно помогать пищеварение а если вы будете принимать между приемами пищи то она будет работать как системная энзимотерапия то есть профилактика будет от токсических отложений это то есть токсины не будут накапливаться в организме и то есть не будет возникать опухоли не будет образовываться кисты фиброзы то есть протеза плюс будет как раз таки именно ну как это расщеплять растворять вот и вот эти вот образования потому что также еще обладает против воспалительной и противоотечной эффективностью улучшает процессы микроциркуляции и регенерации и является хорошим иммуномодулятором тоже очень достойный препарат обратите внимание да если есть склонность у вас каким-то образованием каким-то вот токсическим проявлением то протеза плюс как системная энзимотерапия вам поможет на этом все я заканчиваю вам спасибо за внимание что были со мной все это время и знаете хочу в заключении вам сказать что берегите почки почки очень любят держите ноги в тепле потому что почки любят тепло они достаточно очень такие трудолюбивый орган трудится каждый каждый все время и очень любит тепло любит когда много кислорода когда кровь обогащена кислородом поэтому чаще бывать на свежем воздухе занимайтесь физической культуры пешими прогулками насыщайте себе кислородом и тогда почки на самом деле вам скажут большое спасибо и будут вам служить верой и правдой оберегите себя и свое здоровье поэтому если есть у вас какие-то вопросы задавайте я отвечу может быть что-то поясню до старалась вам рассказать интересные факты как-то более доступно объяснить очень рада что вам понравилось может даже кто-то что-то для себя новое открыл узнал по продуктам и не спи всем пока Ну, будут ещё какие-то вопросы, какие-то пожелания. Пока есть время, пишите, не стесняйтесь. Да, если, допустим, вот как я сказала, по ударке серебро и хлорофилл – это вот первые помощники вам, вот если вы чувствуете, что что-то начинается, что-то не то, вот это они первые помощники, да. И Маринда, Маринда тоже поможет. Вот именно вот в острый период замечательные помощники. Да, Маринда именно вот это в капсулах, капсулированная, сухая. Потому что Маринда ещё есть как сок нони. Я вам рекомендую именно вот Маринду в капсулах. Да, подарка – серебро, Маринда и хлорофилл. Я вообще считаю, хлорофилл можно на постоянной основе принимать. Он очень вкусный, мне очень нравится. Он уже ещё хороший детоксикант. И гемоглобин повышает. Вообще с ним вкусно. Такой коктейль себе можно даже сделать приятный. Ну хорошо, раз больше нет вопросов, тогда я заканчиваю. Хороших вам желаю выходных. С праздником вас наступающим. Мира вам, любви и добра. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»